В своих письмах вы просите еще раз остановиться на упражнениях китайской системы Жоугун. Жоугун вообще специфическая система, поскольку те упражнения, которые он предлагает, которые входит в его арсенал, они сугубо функциональны. Что это значит? Жоугун не преследует цели посадить вас в шпагат или сделать так, чтобы вы стояли подобно знаменитой цирковой гимнастке Тамаре Лязгиной на безупречном гимнастическом мосту. Цель Жоугун совсем иная. Это подготовить суставы, в основном тазобедренный сустав, для выполнения специфических упражнений. В основном это удары, позиции, перемещения, которые характерны для боевых искусств. Вообще, китайский Жоугун, к сожалению, не сохранился в японском карате. Он претерпел значительные видоизменения в корейском Тэйквондо и в Авьетву Дао. Но, тем не менее, его части, его корни можно найти практически во всех дисциплинах. Итак, еще раз мы не преследуем цели сесть на пресловутый шпагат, подобно знаменитому киноактеру Жан-Клоду Ван Даме. Мы лишь хотим подготовить свой тазобедренный сустав для выполнения сложных ударов. Ударов в голову, в средний уровень, ударов с разворотом и ударов в прыжках. Итак, начнем сначала. Для того, чтобы поработать над тазобедренным суставом, мы начнем с простого упражнения, которое я уже показывал в подводящих упражнениях позе лотоса, камаласами. Это упражнение заключается в том, чтобы за счет давления локтей и удерживания корпуса в вертикальном положении привести колени в приближенное к полу состояние, положить их на пол. Для этого вы захватываете себя за стопы ног и локтями начинаете слегка давить, покачиваясь и наклоняясь вперед, подтягивая стопы к груди, выполняя вот такие наклоны, а колени стараясь опустить максимально вниз. После серии наклонов, 9-10 наклонов, делать их нужно расслабленно, стараясь делать их на выдохе, не напрягая мышцы в ответ на болевые ощущения, а наоборот стараясь их расслабить. И после 7-10 наклонов обязательно делается задержка. После этого самый простой способ, кладете одну ногу на другую и удерживая эту ногу здесь рукой, второй давите на колено, опуская опять-таки ногу. Видите, что эта нога, она уже практически лежит здесь. Вес тела в этом случае отклоняется сюда и опять фиксируете в таком положении. и стараетесь расслабить эту вот мышцу так, чтобы нога оставалась. Меняете ногу, точно так же удерживаете либо здесь, либо здесь, как вам удобнее, и фиксируете. С этой же целью можно использовать лапы. Вы кладете ногу на лапу, подтягиваете ее максимально к себе и опускаете вниз колено, фиксируя его. Одну и вторую. Теперь, оставаясь в положении сидя, мы разводим ноги в стороны. Сначала не очень широко, приблизительно под прямым углом. И упражнение следующее будет заключаться в том, что удерживая спину в максимально выпрямленном состоянии, позвоночник в вертикальном положении, оттягивая на себя носки, что будет способствовать лучшему вытяжению мышц задней поверхности бедра, вот здесь мы начинаем делать наклоны. Опять-таки старайтесь делать их максимально расслабленными. Сначала можно чуть-чуть сгибать колено, это не критично. Помогайте себе, удерживая себя за носок ноги. Ваша задача сейчас разогреть мышцы и разработать сустав. Вот обратите внимание, когда я делаю переход, у меня есть такой момент переваливания и подсгибания ноги в колени, за счет чего в тазобедренном суставе происходит вращение. Вот это вот вращение вы должны закрепить. Затем старайтесь немножечко опускать колено, подсгибая его сюда. И вот таким вот образом вы начинаете разогревать тазобедренный сустав, готовя его к специфической вот этой вот нагрузке. Теперь следующее упражнение. Вы выполняете наклон к правой или к левой ноге, какой вам удобнее, и делаете широкий круг, широкоамплитудный круг, стараясь скользить грудью по полу. На выдохе. Вдох. Выдох. Обратите внимание, что вы помогаете себе руками и нужно стараться спину не сгибать. То есть неправильно, если вы делаете это упражнение так. Это неверно. Подбородок поднят, взгляд направлен вперед. И еще раз. Теперь нам понадобится лапа снова. Мы попытаемся сейчас в этом положении, пока ноги чуть шире угол 90 градусов, попытаемся лечь грудью на лапу, оставляя при этом обязательно позвоночник в вертикальном положении. Помогайте себе руками и попытайтесь сначала выполнить вот такое вот упражнение. Опускаясь плечом сюда, 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 сюда. Затем кладете руки на голень и проскальзывая руками, начинайте делать движение вперед, расслабляясь. Полностью расслабляясь и удерживая подбородок поднят. Опустите грудь на лапу и зафиксируйте себя в этом положении. Постарайтесь расслабить ноги. Примите вертикальное положение. Снимите напряжение. Теперь, упираясь предплечьями в ноги, раздвиньте их. Отодвиньте на 10 сантиметров назад эту ногу и эту ногу. Выполните упражнение еще раз. Сначала с упором от пол. Затем перемещая руки на ноги. Зафиксируйтесь в этом положении. Теперь мы беремся правой рукой за ребро стопы левой ноги. Это не очень очевидно и достаточно сложно. Для этого сначала выполните скручивание легкое. Вот в таком положении потяните себя. Опять-таки не форсируя, делайте все мягко, на выдохе. Самое главное не допустить микроразрывов и микротравм. Наклонитесь и захватите себя за ребро стопы. Удерживайте себя в этом положении, стараясь постепенно опускаться грудью вниз и ложиться на ногу. Вернись в исходное положение. То же самое в другую сторону. Сначала скручиваем себя немножко. Затем выдох. Наклон. И удерживаем себя в этом положении. Вы сразу почувствуете, как под коленом и мышцы задней поверхности бедра напрягаются и растягиваются. При этом нужно стараться сохранять ровное дыхание, не напрягаться. И самое главное не напрягать мышцы. Они должны наоборот постоянно на болевое ощущение отвечать расслаблением. Что собственно поможет вам избежать микроразрывов и травм. Теперь попробуем в этом положении коснуться сначала лбом, а потом грудью пола. Делаем вдох, как обычно. Расслабляемся. И на выдохе. Начинаем опускаться вперед. Фиксируем себя в этом положении и медленно, осторожно поднимаемся. Попробуйте выполнять эти упражнения. Дозировка приблизительно на серию, которую я сейчас показал, должна составлять около 30-40 минут. В принципе, чем больше количество повторов, тем лучше. Выполняйте это упражнение 30 минут утром и 30 минут вечером. И вы сразу увидите прогресс в вашей растяжке. Есть такой некорректный термин. А корректный – это вы сразу почувствуете увеличение подвижности тазобедренного сустава. Продолжение следует...